Два важнейших объекта здравоохранения Северной Осетии будут отремонтированы и оснащены новой техникой. Временно исполняющий обязанности главы Республики Тамерлана Гузаров посетил онкологический диспансер и центр сосудистой хирургии, который создают на базе Республиканской клинической больницы. На первой точке готовят помещение для установки пяти единиц новейшего радиологического оборудования, высокоэнергетический линейный ускоритель, компьютерный и резонансный томографы, аппараты брахиотерапии. Всё это закупили на средства из федерального бюджета, а вот строительные работы оплатит уже Республика. Их стоимость оценивается в 67 миллионов рублей. Готовим помещение специально для этого оборудования, потому что неподготовленное помещение, такое оборудование нельзя разворачивать, учитывая специфику. Подготовка сейчас строительной часть, собственно, она закончилась. Сейчас идёт вопрос о технологическом оборудовании. Это жёсткая система вентиляции, жёсткая система охлаждения воды, жёсткая система – это закрытых окон, специфических окон, радиозащитных окон и дверей. Новое помещение по указу Тамерлана Агузарова должны сдать к 1 ноября. Такие же сроки перед подрядчиками и Министерством здравоохранения в Рио главы поставил и в Республиканской клинической больнице. Для размещения компьютерного томографа и рентгеновской аппаратуры также строят помещения. В кардиологическом отделении установят современную стационарную систему для исследования сердца и сосудов. Самое главное – специалисты. Опять же мы говорим о том, что нужны специалисты, которые будут работать на этих оборудованиях. А мы сначала ставим, а потом уже специалистов туда берём. А специалистов мы не готовим. Особое внимание Тамерлана Агузаров обратил на подготовку кадров. Новая техника требует определённых знаний. Министерство здравоохранения этим вопросом уже занимается. Выпускники Североостинской медакадемии смогут пройти обучение в ведущих клиниках России и зарубежья.